Машина во дворе напоминает Екатерине об ужасе, который она с супругом и детьми пережила на Маслеево. С отдыха они вернулись на этом. Это все, что осталось от внедорожника. Если бы не его крепкая крыша, страшно подумать, что могло бы произойти. Женщина рассказывает, когда начался ураган, семья находилась в машине. Тут он полез. Это просто все доли секунды какие. Мы, когда ее с эвакуатора грузили, у нас был кран, эвакуатор. Она, естественно, за крышу мы ее цепляли, она приподнялась. Здесь сидение, оно просто в смятку. И здесь же был зажат супруг мой. Все живы. Но вот дорогая иномарка восстановлению не подлежит. Груда металлолома теперь пойдет на запчасти. Ущерб от стихии сейчас подсчитывают десятки туристов, оказавшиеся неделю назад на Маслеево. Сильнейший ветер начался внезапно около часа ночи. Люди не успели ни спрятаться сами, ни отогнать свои машины в безопасное место. Когда буря стихла, стало ясно, помощи ждать нет кого. На базах отдыха ни медика, ни рабочих. Два человека погибли, много раненых. Пострадавшие сейчас пытаются выяснить, где те, кто брал с них деньги за стоянку. И, по сути, должен был отвечать за их безопасность. Деньги брали за дрова, за стоянку машины, за палатку, за все деньги брали. Сейчас коснись, начали искать кого-то, кто за это отвечает. Никого нет. То есть следов нет. Все. Сейчас нет ни учредителей, ни собственников, ничего. И вот, насколько мне известно, на сегодняшний момент, знакомые в прошлые выходные ездили на Маслеево. Сейчас территория открыта, въезд туда свободный. И деньги уже никто ни с кого не берет. И действительно, сразу после трагедии администрацию обеих баз отдыха Маслеева и Спарты сдуло, как ветром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Но кто оказывал эти услуги, сейчас главный вопрос. Этого не знают даже в администрации Зержинского района, в чьей собственности земля. Там два участка. Сами эти участка находятся в аренде, каждый участок. В аренде они на 49 лет у физического лица и у другого физического лица. Физическое лицо, где произошла вот эта трагедия, где погиб человек, на сегодняшний день прописано в Красноярске. Сейчас следователи с ними работают. Кто конкретно брал плату, на каком основании он брал плату, в чьих интересах он брал плату со всех езжающих на эти территории, следственные органы будут разбираться. Вот и получается, арендаторы у земли, на которых стоят базы, есть, но кто там работал, неясно. База Спарта в налоговой инспекции зарегистрирована и вполне вероятно работала официально. А вот базы Маслеева по бумагам может и не быть. Общество с ограниченной ответственностью ликвидировано. Так что людям, которые едва не погибли и разъезжались на разбитых упавшими деревьями машинах, похоже, придется долго разыскивать тех, с кого можно взыскать ущерб. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.